друзья приветствую вас на своем канале сказы сибирского шамана сегодня такая тема механика мысли она связана напрямую с варганом вот и я рассмотрю как вот почему орган помогает мыслить правильно размышлять и находить ответы ну и сама вот мини зарами назвал видео механика мысли то есть я попробую вам объяснить механизм значит по мнению допустим вот ученый варнацкий такой был по его мнению начата и существует но сфера то есть человечество живет и земля может сказать я покрыта такой сферой она он называл эта сфера разума это но сфера в этой но сфере ну находятся разные мысли и образы там зародыши мыслей и это все сходит на того кто во первых может войти в нужное состояние своего сознания с вот и тут ищет ответов тот кто желает чтобы человечество развивалось ну и прочее прочее то есть есть определенные морально психологически нравственные качества которые открывают эту эту возможность допустим корыстному человеку этого возможности закрыта он не сможет из этой новой но сферы черпать знания ответы идеи и вот эти значит зародыши мыслей они витают в этой новой сфере каждый человек с этим связан но кто-то слышит у кого кто-то открыт к этому а кто-то закрыт как я уже говорил из-за своих морально-нравственных особенностей вот и как нам может помочь в органы как вообще все происходит у человека есть ум да ум что такое ум это ворота ворота могут быть либо открыты либо закрыты вот каково назначение ума например на вот приходит человеку допустим разные мысли да или приходит зародыш мысли который еще не оформился в мысль и потом скажу в чем отличие задача ума ум это ворота задача ума открыть проход для этой для этого зародыша для этой мысли или закрыли не открывать прохода и вот вот из прошлых видео вы знаете что духе сущности и сам человек он рождает вибрации вибрации воздействует на все существо человека вот в данном видео я рассмотрю воздействие этих вибраций на ум человека вот например ну какая-то духовная сущность но она невидимая потому что временный человек не может воспринимать или дух например он невидимым потому что человек не может воспринимать его сознание к этому не готова вот и он желает передать вам например ну какие-то какую-то светлую мысль там сначала это зародыш естественно то есть передать вам зародыш мысли чем зародыш отличается от мысли вот когда зародыши их называли еще помыслами ну вот духовные подвижники разных времен они активно изучали человека его существо его организме его сознание его ум там разум и все 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 органы восприятия они говорили что вот такой и существует механизм значит приходит ну зародыш назовем его зародышем потому что это еще не мысль это только зародыш она станет мыслью когда человек ум ее пропустит и она будет принято человеком вот этот зародыш касается вашего ума ум начинает ну как-то так как ты должен реагировать и ум это фильтр ум это ворота если мысль благая например да вернее это решает сознание благая мысль или неблагая мысль и дает команду уму а ум так сказать открывает или закрывает отличает ум вообще он должен отличить светлую мысль от несветлой мысли и вот коснулся коснулся зародыш вашего ума пока вы с ним не сложились пока вы не приняли этот зародыш это только зародыш это еще не мысль она не оформилась в мысль это только легкое касание если вы эту мысль пропускаю если вы этот зародыш пропускаете если вы с ним складываетесь то ум его ум открывается он входит в ваше сознание и сознание оформляется как мысль то есть это уже сформированная мысль а далее тоже происходит несколько стадий эта мысль она во первых звучит вы слушаете сознание начинает и и как бы обрабатывать что ли эту мысль то есть он может ее там поворачивать с разных сторон анализировать искать источник оттуда она пришла например вот эта мысль и она уже начинает проявляться проявляться внутри сознания она проявилась и рождается в сознании образ мысль она несет этот образ мысль несет во-первых духа духа того источника из которого этот зародыш был послан который оформился в вашем сознании как мысль то есть вот духе сущности там не нам божества предки предки которые находятся в других измерениях и вы сами вы сами тоже можете быть источником этих мыслей когда они приходят изнутри вас самих из вашего внутреннего существа вот и мысль она проявляется этот образом проявляется образ который находится в мысли то есть помимо вот вибраций мысль несет этого духа то есть мысль она сама есть вибрация и это вибрации несет духа во первых вторых она несет определенную силу потому что наверняка вы замечали как какие-то может не чистые мысли а может и чистые хорошие мысли но они как бы пленяет вас пленяет вас и заставляет делать то что нужно так вот если вы сложились смысл с этой то будет какое-то действие то есть либо вы там напишите картину либо вы проявите музыку либо вы проявите ну что-то придумаете какое-то изобретение сделаете либо вы совершите просто какой-то поступок там пойдите куда-то значит наш туда на что надо умела вас мысли вот из этого чего что понятно из этого из этого понятно что нужно какие-то условия для того чтобы те самые правильные творческие гениальные мысли принимать от чего это зависит почему одни принимают эти мысли а другие глухие к этим мыслям мыслям значит нужно определенное состояние состояние ума состояние вашего сознания состояние всего вашего существа для того чтобы это все воспринять как раз в органы в этом смысле вот вот он когда вы играете на в органе он и вводит вас в это состояние состояние в котором мы способны вы открыты вот вы открыты вы восприимчивы вы готовы услышать и такие мысли легко это сказать проникает у вас в хорошем смысле приходит творческое озарение приходит какая-то идея какой-то инсайт какое-то открытие там или приходит вдруг решение вопроса который перед вами стоял вы не знали на него ответ там и кучу книг так сказать перри стали но не нашли вдруг вы играете на в органе и в этот момент вам приходит ответ на тот самый вопрос на которые вы искали что был вот этот вот процесс когда вы искали в книгах через этот процесс через то что вы не находили там вы вводили себя определенное состояние определенное состояние ума сознания вашего существа и так сказать когда вы были готовы ждали смысле когда не то что ждали когда вы были готовы когда вы настроились нам нужно вот тогда этот ответ приходит то есть вот такая методика например первая нужна концепция то есть вы задаете концепции вы задаетесь ну как и цель а там мысль конкретный какой-то запрос запрос мирозданию вселенной там новой сфере и потом вы это отпускаете то что если вы зацикливаетесь на мысли обычно она сколько то и не думаю и чем сильнее ты и думаешь ответ не придет скорее вы просто истощитесь потому что мыслительный процесс он очень энергоемкий энергоемкий когда вы размышляете когда вы думаете как решить определенную проблему вы обычно теряетесь сильно сего второй пункт этой инструкции вы берете в орган и просто начинайте играть и это это вот вибрация в органа эта музыка она вводит вас в необходимое состояние ваш ум ваше сознание ваше существо настраивается на нужный лад а то есть вот этот медитативно созерцательный момент он как раз способствует тому что вы открыты к восприятию мысль мыслей из пространства ну и зону из новой сферы скажем научным языком и многие органисты отмечают что действительно какой процесс происходит начинаешь играть приходит и идеи приходят образы приходят нужные мысли которые ты ждешь ответ на вопросы которые ты искал вот во время игры на в органе вот такую тему я хотел раскрыть моей жизни тоже это происходит временами тут все зависит от вашей способности вот настраивается это можно делать и без в органа но орган помощник в этом вот это медитативно-созерцательное состояние оно же может быть достигнуто разными путями почему вот на природе например приходят светлые мысли и идеи вот мне часто во время прогулки гуляешь по лесу например там по берегу реки еще где-то приходит идея то есть в основном мне идеи приходит во время движения или игры на в органе то есть это тоже вариант прогуливаешься в нужном настрою ты определенное состояние вот все определяется состоянием состоянием состояние мама состоянием сердца состоянием души состоим сознания состоянием всего твоего существа насколько это способен входить в это состояние настолько тебе будет открываться ну ты чу вот марлин разный аспект важен то есть бескорыстие желание делиться если такая ну вселенная мироздание видит что ты бескорыстен и желаешь делиться и она действительно убеждается всякий раз что ты это совершаешь она будет тебе открывать гораздо больше чем вот человек который этого качества не имеет вполне возможно можно записать такую в органную мелодию которая будет вводить в это состояние необходимое для получения ответов для размышления то есть как в органа терапия в орган терапия а здесь ну в органа в органный настрой настрой на размышления нужен такой настрой такая в органная мелодия пишите в комментариях сниму для вас такое видео который будет содержать себе концептуал то есть такая вибрация которая будет создавать мысли вот чем хорош в орган тем что ну вот тот кто играет на воргане в органиста допустим как его назвать просто в органист если ты играешь концептуально этот концепт вкладывается в мелодию он вкладывается в вибрацию в каждый в каждый звук который исходит от в органа и обратный процесс ты слушаешь такую в органную импровизацию и в себе это концепты проявляется но не могут не проявиться это зависит еще от множества причин но вполне вероятно что это проявится благодарю вас за внимание приходите на мой канал пишите что вас интересует я постараюсь ответить на то что смогу то чем владею сам я снимаю видео только на тема которые но сам освоил охознал которые проявляются в моей жизни делюсь только этим практическим опытом просто так теория не интересно не мне не вам наверняка этого хватает просто теории поэтому вот практика 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 желаю вам светлых озарений светлых мыслей светлых идей чтобы в орган служил вам вот таким ключом ключом к творческому вдохновению до встречи друзья господин Продолжение следует...